Лист леновый на полянке, золотые в лежбе планки. Есть в Саратове гармошка звонко-белая белёвка. Знаменитая на всю Россию саратовская гармонь, или как бывают говорят, саратовская гармошка. Неповторимое национальное достояние России, визитная карточка региона и символ Саратовской области. Звонкая, яркая, задорная и жизнерадостная саратовская гармоника узнаваема с первых нот. Почти забытая в начале столетия, сегодня эта гармошка на волне интереса к русским народным инструментам переживает второе рождение. В ней привлекает абсолютно всё. Уникальный внешний вид, неповторимое звучание и удивительная история, которая насчитывает более полутора веков. Откуда взялась саратовская гармонь, кто её создал, кто сейчас занимается её популяризацией, узнаем из первых уст. Отправной точкой стало место, где можно увидеть первые экземпляры знаменитой гармошки, узнать об истории её появления в Музее Саратовской гармоники. Родословность Саратовской гармоники началась с далёкого 1855 года. А Николай Геннадьевич Карелин в 1870 году создал первую официальную артель. Свидетельство получили в 1979 году уже. У каждого мастера была своя техника исполнения, резьба, тайные секреты клея, древесины. Вторая артель, кстати говоря, называлась «Музыка». Василий Ножкин, Хрисанов Артельев, племянник братьев Карельных Михаил Карелин создали тоже. 20 человек набрали мастеров и стали выпускать в Саратовскую гармонию. Гагарин Юрий Алексеевич играл с Бурыгином Вениамином, выдающимся мастером игры на саратовской гармошке, и шутил, мол, возьму её в свой первый полёт на Луну. Никитин Павел Владимирович не только рассказал об уникальном инструменте, но и дал уроки по игре на гармонии. Инструмент получил свои знаменитые колокольчики благодаря традиционной частушке Саратова, которая обязательно сопровождалась игрой на ложках и бубенцах. Следующим пунктом стала мастерская. Накопленный мастерами опыт, высокое качество материалов и знание технологий позволяет выпускать инструменты концертного уровня, которыми с удовольствием и гордостью пользуются народные ансамбли по всей России. Приходит человек там, какую-то там гармонию откопал, короче, вот, блин, от дедушки там остался, на чердаке валялся, там, достает из пакета там, ну да, можно сделать её, восстановить. Сделайте. Говорит, что-то вот хочется на гармошке поиграть и всё. Кто знает, что у нас есть такой гармонист, вот у вас Сергей Юрьевич Шалимов, который занимается пропагандой. Несмотря ни на что, этот инструмент вновь обретает былую славу. Благодаря энтузиастам и настоящим фанатам она всё чаще появляется в руках музыкантов по всей стране. Одним из них является Шалимов Сергей Юрьевич. Вот если взять вот эту маленькую гармошку, вы спрашиваете, а вот она что, играет? А не просто играет, а она так играет, что даже микрофон не нужен. Саратская гармоника не знает грустных нот, не случайно так говорят, потому что у неё только два мажорных аккорда, тоник и доминант. Поэтому самое произведение известное, которое всегда нас просит исполнить на правительственных концертах, это «Саратовские переборы». Вот какая она, саратовская гармошка. Поистине уникальный народный инструмент, побывавший не только в руках местных музыкантов, но и в самых отдалённых частях нашей планеты. Та, которая продолжает радовать своим задорным звучанием и детей и взрослых, объединяя народы и поколения. Ксения Чуева, Евгений Ветров, Михаил Карапетян. Специально для областного фестиваля «Саратовская студенческая весна».